Нулевую позицию магнитных полей, они как бы здесь ноль, здесь максимальные силы противоположных полюсов. Несмотря на то, что мы собрали такую конструкцию, мы чётко обозначили, а таким образом обозначается чётко, это стенка блоха, где нет магнитных сил, они, скажем так, отсутствуют практически полностью. Теперь, предположим, я предлагал такой вариант. Если вот эта стрелочка будет коромыслом, которая может рычагом, который может ходить к одному полюсу, к другому, теперь нужно заставить это коромысло работать в цикл. Значит, у нас силовые линии идут вот так. Если мы катушкой эффективной, с максимальной индукцией, с сердечником, там специфический сердечник, она будет двигаться вот так, то будет максимальная индукция. Так как силовые линии будут выходить как соленоиды. Это максимальная ЭДС будет вырабатываться. При касании идёт заряд конденсатора при движении, причём этот вал может быть длинным. заряд, дальше идёт разряд конденсатора, таким же полюсом катушку подключается, что идёт импульс на отталкивание. И такая же катушка стоит с другой стороны, и цикл повторяется, проходя через эту нулевую точку. Кроме того, можно сделать, использовать и индукционный импульс. Если мы сделаем вот так, если сделать так, предположим, и это вал, то всё сохраняется. Всё так же самое. Здесь минимальные магнитные силы, здесь максимальные. Причём они плавно нарастают. Конечно, в этот момент катушка должна повернуться так, ну, она под углом, это конструкция этого коромысла, что она станет таким образом, чтобы импульс сработал. Ну, есть такой вариант. На отталкивание. Может быть и другие варианты, предлагайте. Ну, вот такое предложение. Как вы считаете. Потому что, не имея циклов, мы никакой двигатель не получим. А здесь они есть. У нас есть минимальная энергия магнитная и по краям максимальная.